На станцию последнего звонка прибывает состав из 119 пассажиров. Остановка не конечная, а транзитная. И сразу же после звонка парни отправятся на производственную практику, а в июне вернутся в родной альмаматор для защиты дипломных проектов. Ребята уже прошли производственную практику, получили первую ступень рабочей профессии, рабочий подземный. Они уже знают, что такое шахта. Теперь только будут повышать свою квалификацию, получать вторую ступень основной профессии или проходщик, или рабочий отчестного забоя, или горномонтажник. И затем можно защищать диплом и получать среднее профессиональное образование. В этот день и грусть, и радость сливаются в единый поток. Позади тысячи лекций, перемен, сотни экзаменов, зачетов и более 5000 учебных часов. Парни слушают на пусть от преподавателей и родителей и с волнением ждут завтрашний день. Ребятам предстоит на полгода влиться в профессиональный коллектив горняков. Чувства, какие чувства. Восторг, что ты закончил техникум. То, что у тебя уже последний звонок, то есть учиться ты уже не будешь. Всякая радость, что еще. В принципе, ну, не знаю, какое-то довольствие, что ты будешь с профессией уже. Буду либо проходчик, либо ГРП, как возьму. Но практика будет проходчика, конечно. А дальше, когда уже пойдем на вышку, на высшее образование, там уже, видать, начиная все с низшего, как всегда, как все с ГРП и выше. Кстати, будущих электрослесарь, негорных мастеров, механиков и проходчиков ждутся на предприятиях «Соя Кузбасс». Сначала на практику, а потом и пополнить ряды специалистов. Мы вас ждем на производстве. После того, как вы закончили техникум, будете, ну, еще не полностью готовы для того, чтобы стать большими специалистами, но вы уже будете подкованными. И будете, мы вам поможем освоить дальше эту профессию. Кто-то пойдет учиться, кто-то будет дальше продолжать работу. И от всей души поздравляю и преподавателей, и студентов, и пожелать в этот день здоровья, удачи, успеха, желания, семейного благополучия. А студентам еще раз учебы, труда, желания. Самые активные, спортивные и умные студенты были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Благодарственные письма были вручены и родителям за достойное воспитание детей. Но выпускники, в свою очередь, прощаясь со своими педагогами, их поздравили стихами, песнями, танцами и традиционно пышными букетами цветов.